Кроме конкурсных проектов, на молодежный форум Ивлга привозят и уже реализованные задумки. Милаян Бабкен в Самару приехал из Пензы. Он создал умный улей. С помощью разработки пчеловодам больше не придется преодолевать большие расстояния, чтобы проверить хозяйство. Датчик, установленный в улей, срабатывает автоматически и все данные отправляет по СМС. Теперь наведываться на пасеку можно лишь по необходимости. Есть головное устройство, которое считывает полностью всю информацию с датчиков и отображает у нас на экране. Также есть функция дистанционного оповещения. То есть, сидя дома, устройство полностью интерактивное. Сидя дома, я могу отправить СМС, сообщение на это устройство, и мне придет полностью полный отчет по датчикам и состоянию улей. На Ивлге юный ученый надеется найти инвестора. Таких молодых и дерзких здесь почти 3000. Каждый день это новый шанс. Встретить не только спонсора, но и известного эксперта регионального и федерального уровней. И задать свой вопрос, получив нужный совет. Пообщаться с российским политиком Александром Хинштейном желающих оказалось много. На встречи от формата лекции ушли сразу же, оправдав название «Диалог на равных». Активистов интересовал секрет успешной политической карьеры в регионах. Молодые люди настроены остановить переезд своих талантливых сверстников из маленьких городов в большие. Самое главное, чтобы за спиной были добрые идеи и стремление их реализовать, считает депутат Госдумы. А настоящего парламентария сложности лишь притягивают. Именно такие молодые ребята и могут, и должны что-то менять, потому что они не зашорены, у них абсолютно нет какой-то инерционности мышления. И то, что для взрослых уже давно сформировалось, и на вопрос, почему, даже не следует вопрос потому, а просто потому, что так заведено. Они не отягощают себя вот этими штампами. Политик выступил с инициативой поддержать молодежные поисковые отряды и возродить следопытов. Это одна из задач проекта «Историческая память», по которому сохраняется архитектура, памятники культурного наследия. Приводит исторические здания в порядок, в том числе и с помощью волонтеров. Огромной популярностью в Самаре пользуется проект «Том Сойер Фест» – фестиваль восстановления исторической среды, где горожане своими силами участвуют в наведении порядка в старых домах. Мария Левина, Василий Кладошов, События.